Интересно, Жалгас, повлияет ли это на снижение уровня коррупции в Казахстане? Наверное, выражу осторожный оптимизм в этом вопросе. Марьян, как думаешь, какая самая большая взятка в 2020 году и кто ее получил из чиновников? Гадать не буду. Мне лично запомнились видеокадры из прошлого, когда по делу Экспо показывали квартиру, набитую долларами. Сейчас лучше пригласим нашу коллегу Мульдар Абдуалиеву. Она весь год рассказывала телезрителям о коррупционных скандалах и громких задержаниях. И я думаю, что в ее блокноте уж точно выделена новость про самую большую взятку. А сейчас с нами лауреат национальной премии Адалтулга за лучший сюжет по теме коррупции Мульдар Абдуалиева. Мульдар, приветствую. Ну, возвращаясь сразу к теме, какая все-таки сумма взятки была самой крупной? Приветствую, коллеги. К концу года я запросила эту информацию в агентстве по противодействию коррупции. И в этом году в качестве самой крупной взятки фигурировала сумма в 1 миллион 200 тысяч долларов. Их получил экс-заместитель Акима Актюбинской области Руслан Мамунов. Эти деньги ему дали родственники бывшего Акима Костаная Ахмедбека Ахмеджанова, которого в то время также осудили за коррупционные преступления. И за столь щедрое вознаграждение Мамунов обещал сократить срок Ахмеджанову. Но Робин Гуда из него не вышло, и он потерпел фиаско. Правда, вся эта история произошла несколько лет назад, когда Мамунов еще не сидел в кресле зам Акима. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. В итоге Ахмеджанова освободили по УДО, а вот Мамунова приговорили к 12 годам лишения свободы. Ульдер, я вот обратил внимание на то, что после обнародования таких скандалов в Акимате спешили окреститься от сотрудников. Говорят, что они были уволены за 2-3 дня до задержания. Да, штормила Актюбинскую область в этом году часто. В апреле из-за хищения 80 миллионов тенге, предназначавшихся на новогоднее оформление города, арестовали зам Акима в Тубе Жангельдау Бакирова. А теперь хочу рассказать о других чиновниках, которые встречали 2020-й на высоких постах, а провожают его уже за решеткой или под домашним арестом, как экс-министр здравоохранения Ильжан Бертанов. Но о нем чуть позже. Уходящий год то под домашним арестом, то в СИЗО просидел экс-аким по Владарской области Булат Бакауф. Именно с него-то и начались громкие задержания 2020-го. В январе Бакауфа обвинили в превышении должностных полномочий. Используя вместо волшебной палочки кресла Акима, он уменьшил сумму налогов своему родственнику с 200 миллионов до 3 миллионов тенге. За это его ограничили в свободе на 3,5 года. Между тем, его бывшему коллеге Акиму Козлординской области Куанышбеку Искакову повезло меньше. Он получил реальный срок за мошенничество в особо крупном размере. 7 лет Искаков должен будет провести в тюрьме из-за хищений 80 миллионов тенге, предназначавшихся для восстановительных работ в Арыси. По делу проходили и два его заместителя, которых осудили на 6 лет. Мольдер, при освещении таких тем довольно сложно получить оперативный комментарий от органов. Как правило, различные телеграм-каналы выдают со ссылкой на источники. А только через 3 дня, это мы почитали с нашей редакцией, ты знаешь, СМИ получают сухой релиз подтверждения. Да, Мариам, это имеет место быть, но мы настойчивы в получении ответов. Еще бывают случаи, когда ты задаешь вопросы на тот момент действующему чиновнику о коррупционных рисках в тех или иных проектах. Он убеждает тебя в прозрачности распределения денег, но затем его имя всплывает в уголовных делах. Кстати, Мариам, и у тебя было такое интервью. Ты беседовала с тогда еще вице-министром здравоохранения Улжасом Абишевым. Да, да. Он отвечал за цифровизацию в Минздраве. Я попрошу сейчас режиссеров показать отрывок из вашей беседы. Во-первых, не я сам лично трачу здесь деньги, тратит Министерство здравоохранения. Но спустя пару месяцев его задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. Окончательный вердикт суд еще не вынес. Минздрав в этом году лихорадила как от арестов, так и от скандалов из-за борьбы с коронавирусом. И тут хочу подчеркнуть, что свои позиции в 2020-м усилила служба экономических расследований. Под руководством пока еще темной лошадки на политическом олимпе Жаната Елеманова. ЦР отличился, пожалуй, самым громким задержанием бывшего министра здравоохранения Ельжана Бертанова. Год для их чиновника выдался непростым. Он встретил коронавирус в стране и даже после интерес к его персоне не угасал. Мульдар, при этом общество, как мы знаем, разделилось на два лагеря. Одни хвалили Бертанова за проделанную работу, другие критиковали, а третьих больше интересовало, где он находится. Напомню хронологию этих событий. В ноябре служба экономических расследований водворила Бертанова в СИЗО. Его обвиняют в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Но известные медики и общественники добились перевода Бертанова под домашний арест. Окончательная точка в этом деле еще не поставлена. Если же говорить о скандальных увольнениях, то это освобождение от должности по указу президента страны, бывших председателей СК Формации и Фонда социального медстрахования. И если экс-главой СК Формации Беррика Шарипа заключили под стражу, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями при закупе лекарств во время ЧП, то со скандально известного экс-руководителя ФСМС Айбатыра Жумагулова взятки оказались гладкие. Большой урон его личной репутации нанесла супруга, прославившаяся демонстрацией семейных богатств в социальных сетях. Касамжумар Токаев отреагировал на общественный резонанс и поручил не назначать гламурного руководителя. Но именно гламурному Жумагулову и удалось избежать всяких вопросов от антикоррупционной службы. Ну и к концу года стало известно задержание вице-министра финансов Руслана Инсибаева. Он, как и Лжас Абишев, отвечал за цифровизацию. Пока официальных комментариев по поводу этого ареста нет. Сколько тех, кто подал в отставку из политических служащих? 9 человек. Но удручает и заставляет задуматься еще другая статистика. Число тяжких коррупционных преступлений в стране повысилось на 15%. В целом их количество уже превысило 2000. Интересно, Мольдер, благодарю за столь обстоятельный анализ. Будем ждать в новом году от тебя еще больше новых твоих эксклюзивов. С Новым годом! С Новым годом!